Друзья, прошу прощения за задержку. Так долго не было видео. Победители конкурса с деньгами в описании. Смотрим видео дальше. Покидаем Зимбабве и въезжаем в Боцвану. Франсистаун, 82 километра. Это ближайший город, где будут отели. Может, будут раньше, посмотрим. Может, раньше останавливаюсь. Главное, чтобы интернет был, а то я два дня уже без интернета. Начинаю скучать. Первый трофей на сегодня. Слоник стоит в пустыках. Прям возле дороги. Вот слон, вот дорога, вот тачка. Ну, не маленький. Одиночка. Но хороший. Стоит, наверное, метров 50-70. Выходи, выходи! Ломает хоть березки он. Выходи сюда, дружок! Вот, спасибо. Настоящий друг. Я тоже могу сигналить. Сегодня день начинается с того, что мне надо проехать 500 километров на север Боцваны. Я еду в сторону реки Аковангу, национальный парк Чобы. Здесь находится одна из самых... один из самых крупных национальных парков в мире, национальный парк Чобы. Дорога достаточно унылая, однообразная, саванна. Вижу много следов жизнедеятельности разных животных. Слоны, антилопы, коровы, ослы. Но пока еще никого из них не видел. А, ну, одну змею задавил. Пока что это все, что я видел. Сегодня хочу заночевать в парке. Стоит прямо тут, попой своей. Привет, дружок! Как дела? Кушаешь? А вон второй рядом стоит. Вот это я удачно заехал. О, нет, что тебе не нравишься? Я тебе не нравлюсь, что ли? Ты что? Нормально же общались. Нормально общались, ничего не это, не ругались. Че ты замахал хоботом сразу? Ого! Да ты злой! Злюка, что ли? Ладно, не злись. Все хорошо. Я просто на видео так и снимаю. Так что ладно, слоны есть. Показал вам слонов. Вообще считается, что в Ботсване очень много слонов. До 300 тысяч единиц я читал в некоторых источниках. Не знаю, насколько актуальная цифра, но вот я читал, что 300 тысяч в Чобе обитает 300 тысяч слонов. Цифра достаточно внушительная. Посмотрим. Вообще, в принципе, слоны достаточно агрессивные животные. Слоны достаточно злопамятные, достаточно умные. От них гибнет достаточно очень много людей, потому что они очень агрессивно защищают свою территорию. И в то же самое время слоны очень много вреда наносят сельскому хозяйству. Потому что небольшая семья слонов может за день уничтожить полностью поле с посевами, которое было высажено. Поэтому местные жители, конечно, недолюбливают слонов. Никакой от них пользы нет. Раньше слонов, ну, в принципе, и сейчас истребляли. Но, конечно, их истребляли не из-за этого, потому что охота на них очень дорогая. Приносит очень много денег. Слоник, слоновая кость, по-прежнему в ходу. Соответственно, очень большое количество браконьеров, которые охотятся на слонов. И также большое количество туристов, охотников, которые охотятся на слонов ради трофеев. Охота на слона в среднем стоит, в зависимости от страны, от региона, где-то от 50 тысяч долларов за один трофей, ну, за одного слона. Это полностью под ключ. От 50, то есть это еще дешево. До 100 тысяч доходит. Это, представляете, вот эта лицензия, егеря, разрешение. Ну, в общем, все-все-все проживание и да. Вот, так что удовольствие не дешевое. Ну и, соответственно, бивни и бивни стоят десятки тысяч долларов. Как правило, они идут либо на украшения, либо на нетрадиционную медицину в Китае. Вот, кстати, то, о чем я вам говорил. Ну, видите, слонов много, мы еще даже не доехали до национального парка. Бреки ночью слона вальнули, разобрали. Все, потом тут какие-нибудь собаки, шакалы, там, еще кто-нибудь его доели, остатки остали. Рога спилили. А хотя, может быть, в принципе, и мясо, что, мясо забрали, в деревню отнесли. Или там, деревни хватит им на месяц, там, или продали, не знаю. Ну, вы видите, прямо возле дороги. Сейчас сухой сезон. Дожди уже прошли. Вот по саванне есть такая ямка, которая наполняется во время дождей. Превращается в маленькое озеро, в лужицу. Вот это и есть водопой. А потом, в течение долгого периода времени, она высыхает. Ну, животные продолжают к ним приходить петь. Вот видите, семья слонов стоит, насторожилась, смотрит на меня. Не знаю, что им делать, но это большой, хороший самец. Батя идет в мою сторону, прогонять меня, наверное, хочет. Я еще даже не въехал в парк, уже столько животных видел. Честно говоря, еду, уже даже перестал останавливаться на всяких слонов, потому что их реально дофига. Вот здесь хороший кадр, на водопое, видите, стоят зебры. А слоны ждут своей очереди, когда им можно будет подходить, попить. Сейчас очередь зебр. И говорит, тут нет никаких крокодилов, никого не видно. Так что, видимо, безопасной водопой. Утро в Бацване. Вчера вечером заночевал в кемпинге. Кемпинг, сейчас вам покажу, что такое кемпинг по-африкански. Вот такая территория. Каждому выделяется примерно по одной сотке. Вот моя территория. Вот заборчик, вот заборчик, огорожен. Отсюда ребята уже уехали, там еще стоят. И здесь уехали. Здесь все как бы занято людьми полностью. Видите, там их много, домиков. Значит, на этой территории есть место для палатки, для твоей. Место для парковки. Столик, где ты можешь покушать. Стульчиков нету, все возят с собой стульчики. И место для огня, где ты можешь приготовить. Мусорное ведро. Электричество. Свет. Раковина, чтобы помыть что-то. С другой стороны имеется душевая. Душевая, раковина, туалет. Бак с горячей водой. Такой кемпинг стоит 20 долларов с человека. Они, в принципе, цены плюс-минус одинаковые по всей Африке. Кемпинги тоже примерно плюс-минус одинаковые. Единственное, что здесь не дают в аренду палатки. Соответственно, надо со своим приезжать. Но очень много людей в Африке путешествуют. Они берут в аренду машины. И машины для кемпинга специальные. То есть это джип. А у него все подготовлено для того, чтобы там жить. Вот видите, вот, например. Вот Toyota. Вот у нее есть кузов, в котором всякая вода лежит. Для пассажиров. И наверху палатка. Палатка раскладывается. Раскладываются там металлические, ну, типа фанерные листы. Только они металлические, алюминиевые. И такая лесенка. И вот здесь спокойно два человека могут спать в такой палатке. Стоят такие машины, я не помню точно, по-моему, что-то порядка 100 долларов в сутки. Могу ошибаться, не помню точно, я давно смотрел. Единственное, я хочу сказать, что я сам раньше этого не знал. И никогда об этом не задумывался. Очень большие перепады температур. Дневных и ночных. Вот сейчас в Бацване днем примерно 30-ка. Ну, на солнце, может быть, больше прогревается. А ночью, сегодня ночью было плюс 9. То есть в палатке очень холодно. У меня, к сожалению, нет с собой никаких ни одеял, ни покрывал. Только матрас-палатка. Надо будет купить какой-нибудь одеял. Потому что реально холодно было. Вот так. А в остальном все окей. Посмотрите, вот здесь, короче, город Касаны. Здесь прямо по городу ходят бородавочники, бабуины, слоны. Даже в парк не надо ехать. Все прямо вот, вот, смотрите, вот дорога. Вот город. Вот здесь мойка. Прямо через дорогу от мойки ходят бородавочники. Что-то там делают. Бабуины по помойкам шарятся. Слоны просто гуляют по этим, по лесу, который через дорогу. Так что вот так вот. Вот такой вот вам городок Касаны. О, здоровый бородавочник. Ходит прямо возле домов. Совершенно не боится. Тут они ходят семьями. Этот бородавочник хоть один. А если придет слон? Если видите, тут часто дома огорожены колючей проволокой. Это не только дома огораживаются от грабителей. Точнее, это не столько от грабителей, сколько от животных. Потому что животные приносят не меньше беспокойств, чем грабители. Хотя и грабителей-то здесь особо нет. Вон, два бородавочника решили, что они хотят подраться. Мелкий бросил вызов крупному. Ну, покажите, кто здесь главный. Да, мелкий сразу понял, кто главный. Вот такой вот бородавочник. По размеру, конечно, он помельче, чем наш кабан. Гораздо. Вот так же, если видите, пример. Взаимодействие человека с животными. Вот марабу на помойке кормится. Вчера я тут видел бабуинов на этой же самой помойке. Вот, как видите, стоит слон. Вот рядом со слоном стоят импалы. Я еще на помойке. Компошатся марабу вместе с бабуинами. И здесь же рядом находится первая постройка городская. Все это происходит непосредственно в городе. Сегодня в парке познакомился с рейнджером. Зовут его Реджи. Пообщались с ним и договорились, что он меня возьмет с собой на небольшое расследование, которое он проводит. Жители местной деревни жалуются на то, что у них пропадает скот. Кто-то загружает их скот. И он должен выяснить, кто это делает. И найти, соответственно, того, кто это делает. Понятно, что предварительно он думает, что это какое-то дикое животное. Значит, завтра в 5 утра мы стартуем. И поедем в эту деревню, постараемся найти того, кто это делает. Мне кажется, это интересное такое приключение. Напросился с ним за компанию поехать. Ну, по крайней мере, уже то, что переночевать в таком платочном городке для рейнджеров, это уже прикольно. Время, к сожалению, сейчас уже еще не ночь. Еще только часов в 6 вечера, наверное. Уже темно так, что хоть глаз выколи. Электричества тут нет. Дизель-генератор не работает. Ну, соответственно, вот сейчас как-то проводим время. Будем проводить время часов в 9 на лягу спать, чтобы в 5 утра уже проснуться самостоятельно. Ночью здесь, как я уже говорил, очень холодно. Большие перепады температур. Вот я в курточке. И там дали одеяло, так что, надеюсь, не замерзну. Ну, завтра утром начнем.